Приветствую зрителей канала Дэнваз ТВ 360. Так как хочется сказать, что мы находимся с вами сейчас в Сибири, но нет! Это город Куньминь, провинция Юннань, самый-самый юг Китая. Но если посмотреть налево-направо, вот эти вот деревья, это мелкая-мелкая ранетка-дичка, во всяком случае мне так кажется. И погода, и природа, все очень похоже на сентябрьскую, нет, августовскую Сибирь. Во всяком случае, где-то там, под Козулькой точно. Если, сейчас мы выше поднимемся, вы увидите, огромное-огромное поле. Это поле с космеей, цветочки, которые выращивают в Сибири. Здесь есть и одуванчики, и клевер. Если вы посмотрите направо, то даже нечто похожее на столбы. Когда я говорю, посмотрите направо, налево, вверх, вниз, я не издеваюсь. То есть некоторые думают, что я реально стебусь. Нет, это видео в формате 360. Вы можете смотреть не только на меня или на землю. Вы можете смотреть во все стороны и насладиться вот этой вот красотой, как будто вы находитесь прямо здесь. А находимся мы с вами на высоте 1800 метров над уровнем моря. Я был на такой высоте, семья еще не была. И когда приехали, они очень удивлялись, почему пачки надуваются. Чипсы обычно надутые, а здесь они еще больше, чуть ли не взрываются. Все потому, что здесь низкое давление. Но в планах у нас подняться на высоту 4000 метров. Но не в этом видеоролике. Слева, справа вы видите отвесные скалы. Это так называемый каменный лес. Здесь два каменных леса, два парка. Это малый каменный лес. Несмотря на то, что он маленький, на самом деле он очень огромный. Весь ухоженный. Ни налево, ни направо, никуда ходить нельзя. Везде надписи «Пожалуйста, не топчите травку». Мне очень нравится. Я так соскучился по этой погоде. Я не скучаю по России. Я скучаю по природе и погоде. Вот слева, посмотрите налево. Вот это огромное поле с космией. А представляете, как это будет красиво, когда она зацветет? Просто обалдеть. А еще вы можете в любой момент поставить паузу и покрутить, посмотреть во все стороны в любой момент времени. Чудеса, которые я продвигаю уже два года. Вверх, вверх. Смотрите, какой камень отвесный. Все испещрено мелкими такими ходами. Но погода делает свое. О, вниз. Люди, вы здесь? Конечно же, в этом парке я не один. Мы направились в путешествие всей семьей. И где-то там, далеко-далеко, есть семья. Давайте все-таки понарушаем немножко правила этого парта. Надеюсь, меня за это не накажут. Видеофиксация есть. Потом выложу, кто и скажет. Ай-яй-яй. Ой, ну не я. А, это муравейник, похоже. Если посмотрите вверх, как будто муравьи какие-то ходы понаделали. Вот такие вот пещерки есть. Ну, конечно же, у меня ассоциация с красноярскими столбами. Хотя много, очень много похожих мест. И после того, как их все повидаешь, понимаешь, что красноярские столбы мелковаты. Нет, для Красноярска это достопримечательность. Вот именно в мировом масштабе это, конечно, не так круто. Вон, перед нами что творится. За нами. Под нами. Красота. Если вам нравится формат 360, не забывайте подписаться. Лайки ставить. У нас уже очень много видеороликов. Вы где? Я вас потерял уже. Давай, давай. Мы тебя уже видим. Как узенько местами. Вообще круто. Прямо если бы я чуть пополнее был, наверное, даже не прошел бы в некоторые ходы. Камерой не удавься. Перед нами Лена. Привет. Майя дальше. И Макс уже завернул за угол. На всякий случай напомню, как зовут всю нашу семью. А я Денис. Посмотрите, какая выщебленная вся стена. А Макс, давай на фоне мусорки. На фоне мусорки хочешь сфотаться? Вот еще раз. Лена, Макс, Майя. Вот Макс, да. Да, висим над пропастью. Давай, давай, давай. Сейчас упадет и придавит тебя со зрителями. Супер вообще. Да зрителей-то мы можем вообще пихать в такие щели. Куда самим-то не пролезть. Макс, давай, вот тут щель. Что, можно прям туда их опустить? Вон туда лучше. Не уходи. Там внутри, снизу, то ли речка, то ли озеро. Ой. О, мои любимые. Акация. Цветы не рвать, по траве не ходить, костры не разжигать, на скалы не забираться. Петух или курица? Что? Видите, наши дети не из Сибири. Ваши деревенские шуточки. Да, да, да. Майя, у тебя курица. Да, да, курица. Че? Че? Вот так вот делаешь. Если все ровненько, значит курочка. А если что-то выбивается, такой хохолок, это ты. Я хочу увидеть здесь рябину. А это, мам, влияет как-то от самого растения? Не знаю, мне кажется, влияет, как ты это делаешь. Это курица, которая еще не определилась. Петух она или курица? Средний пол. Кстати, в Европе хотят принять средний пол. Че? Официально. Че? Че за средний пол? Ну, то есть не он, не она, а оно. Почему? Я сделал себе операцию по изменению пола. Стало оно. Стало оно, да. Ну, что-то пошло не так. Лена, а тебе столбы напоминают? Я не знаю, что. А что тебе больше тогда напоминает? Мне джан-дзя-дзе. Джан-дзя-дзе. Страшно было. Я помню, мы фоткались рядом с обрывом. Ну, понимаете, на столбы можно забираться. Первый столб, второй. Я максимум был на втором столбе. Потом еле спустился. А я на каком максимум? Мы с тобой только на деда или на бабку куда-то залазили. Вау, круто. А здесь ничего трогать. То есть прямо на входе написано, стены не трогать, никуда не залазить. Поэтому тут немножко все-таки ограничено. Что похоже на ручки? Нет, на печенюшки, которые... Так ты сравнил, Денис, какая проходимость здесь и какая проходимость на столбе? Ну да, здесь миллионы, миллионы. Стоимость билета в Малый парк 25 юаней, в Большой 130 юаней. Мы выбрали Малый парк не из-за того, что дешевле, а из-за того, что в Неном сказали народа нет. А если... Вообще, Макс, обалденно. А если идти в Большой, говорят, там идешь, и вот в таких узких проходах иногда не разойтись. Прямо жалуются, что очень много людей. Но если нам очень понравится, мы решили, что и в Большой тоже сходим. Наверх, посмотрите. Да, все-таки больше джяндзадзе, чем красноярские столбы. Я замолкаю, и наступает звенящая тишина. Аж в ушах позванивает. Сверху, слева от нас, по движению, посмотрите, как скала висит. Ну, местами кажется, что это прям бетон. Недавно залитый. Ну, нет, нет, нет. Это все естественное. Об этом писали еще до нашей эры. Поэты и писатели воспевали эти места. Почему лес? Говорят, если напрячься, то можно представить, что это высокие деревья. Даже кто-то кроны там какие-то сверху видит на этих деревьях. Но я вижу просто красивые скалы. Местами острые. Бабочка. Справа от нас. Две бабочки. Резкий разворот. Под нами. Вот она. Бам! Да, камера И-360 не все удобно снимать. Но вот именно такие места с помощью нее можно передать вот масштаб, великолепие, объем. В пещерку заглянуть. Тут, наверное, какают? Нет, тут не какают и не писают. Абсолютно чисто и сухо. Что вам там видно? Ой-ой-ой! Как неудобно! Вот такой вот каменный лес. Ну, а вы сможете увидеть нас в следующих видеороликах в формате 360. Очень много запланировано. Надеемся, вам понравилось. А понравится еще больше. Я не могу перестать улыбаться, потому что мне здесь очень нравится. Посмотрите, перед нами какая скала с отверстием. Я здесь! Продолжаем смотреть прямо, а не на мое лицо. И теперь можно глянуть немножко вниз. Мы находимся в самой высокой точке парка. И вот так выглядит каменный лес с высоты птичьего и стрекозинного полета. Он достаточно большой, но вот туда вот далеко мы не ходили. Мы прошлись в основном по территории, которую я сейчас вам покажу. Лена с детьми убежали чуть вперед пофотаться. А я нахожусь не только вот-вот-вот-вот на самой высокой точке, но еще на самой ветреной. Здесь нужно немножко охладиться. Очень-очень сильный ветер, поэтому я поднял голос, чтобы вам лучше меня было слышно. Вот там прогулялись, там прогулялись и вот сюда зашли. А теперь пойдем на выход. Куда-то туда. Долго задерживаться не будем, потому что идти достаточно далеко, а нам еще сегодня назад на машине возвращаться. Ну и дети уже подустали, откровенно говоря. Уже даже не захотели вот здесь вот любоваться. Сказали, все, пойдемте уже вниз, 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 вниз. Ну это понятно. Дети, хоть с каждым годом они все выносливее и выносливее, зато с каждым годом они видели все уже больше и больше. Их все сложнее и сложнее удивить. Чем мы будем удивлять в недалеком будущем, даже не представляю. Ну да, это немножко на Дядядзе, это на Яншо, это еще где-то там видели. Все похоже. А вот и они. Снизу сидят, смотрю, водичку пьют, да? Здесь особо тех, кто боится, цепи даже натянули. Ну, достаточно крутая лесенка. ну как тут хорошо в теньке а там на ветру еще лучше там еще солнышко есть можно позагорать идем дальше дети ну чё хотите в большой лес нет почему понятно понятно до выхода 1000 метров нам налево километр всего лишь осталось нет точно потому что мы входили через вход ты понимаешь разницу там прямо тогда так и написано это выход это вход ну чё думаю наши зрители тоже уже насмотрелись на этот лес пора прощаться с вами был Денис Майя Лена и Макс увидимся в следующих видеороликах из провинции Юньнань это еще самое самое начало предвкушайте будет много интересного меня тоже покачивает люди люди тот дальний угол куда мы ходили мало кто доходит там бродили только две женщины остальные видимо на входе сдаются